Друзья, всем привет! Вы на канале Поиск Монеты Кладов. Сегодня у нас третья заключительная часть нашего похода на золотоносный пресс 19 века. Сейчас я располагаюсь в крайней точке, где присутствует вообще какая-то дорога, где можно спокойно хотя бы как-то более-менее идти. Дальше непролазная, друзья, Чища. 200 метров где-то примерно. И потом еще 500 метров нам нужно будет преодолеть по самому ручью, вверх по течению, где сам стоял золотоносный этот рудник 19 века. Отметил еще небольшую одну такую точку, где стояло урочище 19 века, которое отмечено на карте именно 19 века. На карте 18 века я ее не нашел. То есть это урочище. Посмотрим, что у нас там будет по находкам. Судя по всему, там пару домов стояло интересных. Посмотрим по находкам, что у нас там будет. Ну и, естественно, сегодня на самом прииске походим. Я взял некое оборудование. Посмотрим, что нам удастся сегодня по золоту найти. Ну и по монетам, естественно. Так что посетим сегодня две интересных локации. Это урочище и прииск, друзья. Ну и будем отправляться домой. Часть вещей я сегодня здесь оставляю на этой точке. Смысла дальше уже нести его нету, потому что непровазная чища. Зачем с тобой лишний груз нести? Ночь, друзья, была очень холодная. Ночью шел дождь. Сейчас вроде разветвило. Вся одежда промокла, но вроде просушился нормально. Так что, друзья, отправляемся сейчас в поход наш, друзья. Лайки, комментарии, как обычно. Ну а мы погнали. Немножко мне осталось пути моего. Вон до тех сопок мне надо дойти. И там уже будем смотреть по карте, открывать и ориентироваться на местности. Ну туда еще метров, наверное, 300 в лок надо спуститься. Все, друзья, локализировал это место. Очень много признаков того, что здесь была какая-то деятельность. Чуть выше видны валуны и бревна раскиданные. Здесь стоял, скорее всего, дом, в котором, может быть, жили или просто какая-то хозяйственная постройка на прииске. Здесь сам ручей непосредственно. Сегодня здесь как раз будем расчищать все и попробуем самородное золото поискать металлоискателем. Сегодня из нашего оборудования нам будут помогать, конечно же, металлоискатель, лопата. Вместо промывочного лотка решил взять обычный автомобильный коврик. Кстати, клещи, оказывается, еще не исчезли. Автомобильный коврик, буду его ложить. И всю гальку буду промывать через него. Взял еще секретный раствор. Кто знает, для чего, пишите в комментариях. Ну и щеточку. Вот этим оборудованием сегодня мы будем искать. И сейчас будем приступать уже непосредственно к самому поиску, друзья. Решил, друзья, пройтись по месту, где предварительно стояла какая-то постройка, потому что очень много железа, кирпичи лежат. Вон, кирпичей сколько много. Камни большие. И, друзья, у меня сигнал. Сигнал. Где-то я его откину. Что у меня такое? Почему он у нас так пищит? А, потому что я включил другой режим. Вот он, друзья, монетка. Монетка возле фундамента. Монетка. Николаевская копеечка, да? Судя по всему. Да. 1840 год. Вся какая-то в белом налете. Николаевская копеечка. Вот здесь стояла, друзья, небольшая такая полубарочная избушка. Здесь видны, друзья, фрагменты бревен. Они, правда, уже все трюхлявые и раскатились. Ну, и, друзья, что самое-то интересное? Сигнал, друзья. Монета крупняк, кстати. Кстати, монета крупняк. 5 копеек. 5 копеек. Это же низкопрофильный чекан. Нифига себе. 57-й год. Сокий. 5 копеек, 1857-й год. Екатеринбургский монетный двор. Есть еще варшавский монетный двор. Очень дорогие пятаки. Но эти тоже немало стоят. Орел вообще шикарный. Ё-моё, я впервые такой нахожу. А, нет, находил два года назад. Находил, у меня есть уже такие пятаки. Обалдеть, друзья. После долгих скитаний всю эту территорию практически прошел. Сигналов мало. Патрон выпал. Патрон сгнил уже, правда. Что за калибр у нас здесь? Так, капсуля нет уже. Капсуля нет. Да, вся гнилая уже. Интересно, что за калибр это был? И от какого оружия, интересно? Если, друзья, знаете, пишите в комментариях. Место старое. Призг был образован в 1860-х годах примерно. Друзья, у нас сигнал. Стабильный сигнал, друзья. Ох, какие-то камни какие-то. Сюда обтянут будем. Выкипал, откинул туда. Есть, друзья, монетка. Сигнал был здесь. Вот она монетка, друзья. 1873 год. СМ. А, нет, СПБ. Какой СМ-то говорю? Две копейки. Нет, да это ЕМ. 1873 ЕМ. Слушайте, она хорошо стоит, кстати. Неплохо. Ну, пока у меня, друзья, перекурчик. Хочу рассказать вам небольшую краткую выжимку об этом месте, об этом историческом месте. Этот прииск был открыт в 1860-х годах примерно. Всего их здесь насчитывается более 4 штук. Только я на карте нашел 4 штуки прииска. Все они шли вдоль хребта, который идет на север здесь. В 20 километрах здесь их было 4. В радиусе 20 километрах 4 штуки было. Что самое еще интересное, друзья, здесь в округе также располагались сибирские форпосты. Казачьи полки стояли. Которые, скорее всего, охраняли те самые вот эти прииски. Потому что, ну, места, они, можно сказать, стратегические. И такие места нужно охранять. Потому что возможны набеги со стороны местного населения. Да и самих старателей, самих рабочих тоже нужно контролировать, охранять. Найти бы еще их, где они точно стояли. Потому что они просто написано, что располагались в округе. А конкретно, к сожалению, сейчас локализировав в таком лесу, уже маловероятно. Но если только со спутников где-нибудь не найти их. А так очень трудно, друзья. Так что сейчас еще покопаем монеточков, надеюсь. Потому что место интересное. Все-таки более 100 лет здесь только велись работы. Люди жили, ходили, естественно, теряли монеты. Ну вот, а мы сейчас находим вот эти предметы. Смотрим дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует надо... Какие-то, друзья, всплески и пропадание порогового тона на металлоискателе. Я, к сожалению, не могу сделать вывод, что это пищит, но пороговый тон исчезает на металлоискателе. И так, друзья, сейчас хочу показать. Что удалось мне намыть именно по песку. Я, наверное, часа полтора промывал всю эту породу, накидывал. Ну и вот здесь пару песчинок я все-таки обнаружил. Вот здесь, если присмотреться. Вот здесь на пальце, вот она маленько блестит. Маленькие-маленькие песчинки золотинок. Вот здесь я штук 10 насчитал, вот в этой ложбинке. Но вообще это ничтожно мало. Я потратил полтора часа на то, чтобы найти вот этот кусочек. Вот они, маленькие-маленькие точечки. Рекомендую проверенный интернет-магазин Antiquart 32. Магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в России и СНГ. Магазин с огромным выбором поисковой техники, начиная от детских, заканчивая профессиональными металлоискателями. Товары известных брендов по выгодно низкой цене. Гаррет, АК, Экспи, Фишер и многие другие. Интернет-магазин предоставляет широкий спектр катушек, запчастей, аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Кроме того, в магазине действует система Trade-In. У вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый. А при заказе введите промокод поиск монеты кладов и получите гарантированную скидку или подарок. Если ты хочешь приобрести качественный проверенный металлоискатель, то тебе в магазин Antiquart 32 и ни один клад от тебя не ускользнет. Друзья, вот здесь сигнал у меня какой-то. Он очень стабильный и продолжительный. Под вот этим камнем. Сейчас буду его вскрывать, этот камень. Смотреть источник. Сигнал очень расплывчатый и непонятный. Но тональность сигнала точно меняется. Давайте эти камни уберем. И посмотрим. КОНЕЦ 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 Итак, друзья, нашел я этот сигнал. До три вот этих камня. Друзья, нашел полностью этот весь сигнал. Это вот эти три камня. Четыре даже сигналят. У них очень-очень стабильный сигнал выдается. На фоне остального, что здесь сигналят вообще. Особенно, друзья, вот этот камень. Посмотрите. В нем желтые вкрапления. Желтые вкрапления очень похожи на золото. Уже второй камень такой. Вот этот тоже сигналит. Здесь кварц. Кварцевая прослойка. А кварц, как известно, это сосед и сопутник золота. Сопутствующий минерал по золоту. Особенно, друзья, вот этот камень. Посмотрите. Вот они, золотые вкрапления. Это, да? Или нет? Я, к сожалению, не специалист. Но очень-очень желтый цвет. Ярко-ярко-желтый. Посмотрите. Вкрапления желтизны. Вот они блестят, переливаются. Ничего себе. Это вот, друзья, это три камня. Только три камня, которые мне попались именно с сигналом. Дальше уже туда не представляет идти возможным. Смотрите, все заросло. Здесь, посмотрите, стояли какие-то постройки. Вот бревно торчит. Вот одно бревно торчит. Здесь камни раскиданные. Именно в форме квадрата. Туда мне сейчас уже не подняться. Вот к тем скалам сходил. Особо ничего там, сигналов таких не было. Ну, а вот здесь, друзья, сто процентов что-то располагалось. Сейчас я кадр пошире сделаю. Вот здесь присутствует много железа. Сейчас мы пойдем туда. Друзья, у нас сигнальчик. 5,34, стабильный сигнал. Здесь почва длиннится. Песочек присутствует. Так, 8,27. 8,27 сигнал. Выкопал вроде его. Тишина. Тишина, блин, где есть-то? Выкопал вроде. Выкопал. Вот она, друзья, монета. Монетка. Одна четвертая копейки серебром, 1841 год. Николай I. Сохран, смотрите, какой бомбовый. Конечно, бывает и получше. Но в глине с песком хорошо сохраняется. Так, Сузунский монетный двор. А, это одна вторая. Я перепутал. Одна вторая копейки серебром. Отлично. Потом хорошенько я ее вычищу, покажу фотографию. Ну вот, хотя бы монеток сегодня надергаем. Основные постройки, где стояли, скорее всего, какие-то технические здания прииска, располагались на той стороне, потому что там раскиданы бревна. А дно бревно даже торчит вон. Вон бревно торчит. Вон там избушка какая-то стояла. Видно, камни по периметру квадратом идут. Вот, плеш небольшая такая. Но там невозможно ходить, потому что там чища, жиломусник растет и акация. Выше туда плешины небольшие есть. Но тоже туда дорога такая плохая, а мне скоро уже выдвигаться. Походим здесь по небольшому полю. Находки у нас вроде есть. Но, конечно, интересно было бы туда пройти. Выкопал сигнал. Рядом возле копейки серебром. Глубина, кстати, здесь небольшая. То ли здесь дождем постоянно смывает. У нас находочка, друзья. Находочка. Так, что у нас здесь? Находочка. Ух ты, орелик какой, а? Орелик. 1818 год, копейка. Это у нас Александр. Ну, блин, с этой стороны ушатанная, конечно. 1800 АМ. А, нет. ДБ. Инициалы мейтмейстера. ДБ. Инициалы мейтмейстера. ДБ. 1818 год. Ну, я думаю, она вычистится. Хорошая будет, потому что все-таки в глине обычно другой окисл. Тип окислов. Не как в земле. Почище потом покажу. Фотографию. Отлично. Берем. Давайте подведем, друзья, итоги, что нам сегодня удалось отыскать. Очень интересный, друзья, камень. Мне удалось найти. Но очень сильно похоже на золото. Вот эти камни пищат. Показывает сигнал золота такой же тональности. Вот здесь тоже кварц присутствует. А кварц это спутник золота. Вот этот камень тоже пищит. А в этом очень хорошо, отчетливо видны блестящие золотые вкрапления. Монет сколько? 10 штук? Или 8? 8 монеток. Ну, пятак вообще шикарный, конечно же. Тут вообще бесспорно. Вот и подошел, друзья, к концу наш очередной выход. Наше очередное путешествие за монетами, за приключениями. Могу с большой вероятностью сказать, что локализировал это место, где стоял прииск, потому что это подтверждается некими фундаментами, которые наблюдаются на этом месте. Местом, где стояла драга, потому что огромные куски щебня лежат именно структурированного, структурированного, сортированного щебня, потому что драга, когда откидывает, мелочь остается, крупняк скатывается. Вот так именно она работает. И стояла она именно в узком месте, где я сегодня как раз-таки промывал, пробовал золото. Так что, друзья, лайки, комментарии, в поддержку канала. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok